всем привет с вами ванок и сегодня я бы хотел познакомить вас с игрой под названием prison architect это на самом деле достаточно уже старая игра которая вышла давно еще в марте 2013 года вышла первая версия это инди проект это проект который в принципе находится в первом момент там раннем доступе но несмотря на этот самый ранний доступ игрушка выглядит очень достаточно неплохо несмотря на ряд косяков несмотря на ряд недоработок мне она очень понравилась и я на самом деле с удовольствием для себя я открыл то что до этого как-то я ее не замечал она мимо меня проходила а тут бац и ничего себе такая интересная игра если я узнал и конечно я не мог ее не показать итоги и вам вообще на самом деле скажу вам честно это проект скажем так такой очень своеобразный очень неоднозначный и что самое главное несмотря на то что я буду на сегодня нахваливать то что мне понравился я в принципе понимаю что на самом деле надолго мне не зацепит на игра которая прикольно зайти в нее поиграть несколько там часов а потом забыть не потому что ты в ней все узнала ничего нового будет не будет происходить собственно давайте я вам покажу как выглядит сама игра и потом я загружу вам уже свою компанию условную компанию как даже это не миссия просто свою тюрьму тогда собственно да это игре если кто не понял мы играем с общем-то за такого некого человека свыше который у нас тут находится над сельми и который строит тюрьму и налаживает ее действие ну в общем-то тайкон обычно то есть у нас много тайконов каких имеется и в том числе вот есть призен архитект который в принципе прямо очень хорошо именно отзывается на слово тайкон в принципе здесь мы строим здесь мы управляем здесь мы собственно наблюдаем наши результаты наших действий собственно здесь у нас есть несколько закладочек для всяких строительств всяких управлений здесь несет пока что открыто и есть у нас еще ко всем прочим вот такая вещь которая нам рассказывает о том что у нас да как какая статистика какие нужды какие вещи можем делать и так далее ну и плюс можем еще заниматься исследованиями но пока что это недоступно и я думаю как раз поэтому мне и надо загрузить миссии потому что нам просто больше будет чего доступно в общем-то концепция игрушка достаточно простая мы вот строим какую-то какую-нибудь тюрьму вот таким вот нехитом образом наши строители начинают соответственно это все дело то что мы тут задали застраивать вот такую большую территорию ввиду этого наверно надо сделать поменьше что потому что они просто слишком долго будет строить и много ресурсов затратят у нас денег кстати говорят в этой нет то что здесь по умолчанию начинается новая игра вот такая на маленькой карте на дефолтных настройках это никак не изменить то есть нужно выходить в меню и пересоздавать вот наши строители активно активно активничают давайте еще парочку наймем здесь не смотреть что четыре только товарища которые доступны для найма на самом деле потом становится больше пускай здесь там есть определенные вещи которые говорят мне о том что некоторых вещей не хватает но это скажем так отдельный момент отдельные детали в общем-то скажем так конечно хотелось бы чтобы игрушка была бы еще более расширен еще более масштабно действий были какие-то интересные механики открывались но но очень то их пока что нет и главный вопрос данном случае на мой взгляд это будет ли игрушка развиваться дальше то что она еще с гравчин активно долго развивалась и но сейчас воли как разработчики немножко так поумерили пыл как не особо активно активно вещи новые вводят что конечно не очень хорошо то что сейчас город здесь много чего можно добавить ну на мой субъективный взгляд да кстати говоря я думаю что многие по графическом исполнении вспомнили римборлд кто опять же в него играл конечно прям не совсем совсем детально воспроизводит график римборлда но очень похоже да смотрите ну принципе сверху сам по себе вот такие достаточно простенькие персонажи в римборлд они по-моему что иначе выглядит в целом тут что-то очень угадывается да и в принципе на самом деле многие наверняка могли бы сказать что вот и наверняка кто-то у кого-то спер и вполне возможно что призн архитект разработчики просто сперли разработчиков волк на самом деле нет во первых потому что собственно римборлд вышел в ноябре 13-го года а я призн архитекта в марте 13 год то есть отталкиваться сугубо от собственно того кто первую игру выпустила как можно сделать достаточно интересный вывод что вообще на самом деле первым выпустили игрушку именно интровижен софтвер это как раз разработчики данной игры разработчики призн архитект и на самом деле это разработчики которые в свое время еще создали такие замечательные игры как аплинк девком девком точнее и дарвиня ну там не только эти игры но еще были другие но в принципе это не очень и такой небольшой разработчик который при этом выпускает условный шедевр то есть достаточно интересно вообще сам по себе компания и в общем то вот у них такой призн архитект появился в общем давайте я загружу загружу свою тюрьму десятить компания же компания достаточно своеобразно но зато там всякие стил такие интересные сюжетные моменты и кабан здесь тоже стоит внимание чтобы чисто хотя бы посмотреть на нее но я загружу тюрьму где у меня там в общем то нет ограничений на деньги я решил чисто поиграть по принципу что хочется именно построить тюрьму своей мечты тюрьма моей мечты как немножко звучит по моему очень неприятно глупо я даже сказал но вы считаете тюрьма который которая тюрьма вот да в общем то на самом деле тематика достаточно достаточно специфичная ну и по делу что конечно же здесь больше стилистика все-таки американских тюрем потому что все-таки у нас наших российских тюрьмах я конечно не бывал говорить не могу но мне задается мне что там все-таки несколько иначе все организовано другие порядки другие вещи и мне кажется это был бы гораздо более хардкорный проект ох там кто-то кому-то жахает кольчики уже и так вот это достаточно большая тюрьма получилась тут у меня есть несколько отделений как называются камер его здесь может соответственно разные камеры разных типов строить можно строить карцеры можно строить на многоместные можно одноместные камеры строить соответственно здесь допустим комнаты у меня достаточно много открыто по сравнению с тем что было на старте персонал побольше стал в принципе вот этот предел то есть и больше не станет уже только мясо снайпер отсутствует пока что но тоже можно следовать на 10 есть в принципе еще мечу по сути же строительство те же материалов доступны изначально объектов куча всяких на подкрыт объекта вот принципе тоже опять же предел то есть меня еще только сторожевая вышка недоступна остальное все мне уже в общем-то исследован даже собачарня то есть собак можно даже но пока что просто это место соответствует соответствующая комната не построена а вот всякие инженерные можно тут вещи вещи проводить и в общем-то вся суть в принципе данной игры сводится к чему во первых это вот тут кого кого-то без сознания кого-то пристукнули надо вообще на самом деле что-то меня во дворе как-то мало народ гуляет они в общем-то охранники по умолчанию в этом дворе должны гулять но четко-то как-то никак вообще по идее пусть будет так вот 8 штук побольше вообще охранников дещами сейчас кардинально не хватает обнимать тенок и в принципе почему бы я точно деньги то у меня здесь не ограничено можно и нанять вот собственно в чем концепция данной игры вас основная сложность это сложно заключается как раз в планировании тюрьмы это самая главная вещь которую здесь надо понимать просто просто как бы какому комнату здесь не можете ставить нужно все-таки определенные вещи планировать может быть тот помнит был такой тайкун древний древний айпорт тайкун то есть где нужно было аэропорт там строить и в принципе таких игр было много вот я помню сейчас самый-самый первый давно-давно он выходил и там тоже были особенности именно с планированием связаны то есть там нужно было зоны ограничивать смотреть чтобы соответственно наши пассажиры шли строго по определенным зонам то есть сначала не попадали в общий какой-то холл потом они проходили там сдавали багаж проходили контроль и так далее то есть чтобы они не могли попасть в самолет просто зайдя с улицы туда в принципе здесь нечто подобное тоже нужно реализовывать здесь нужно следить за тем чтобы зэки не разбегались чтобы не было каких-то выходов на улицу просто которые они выходят и убегают в этот лес нужно соответствовать чтобы соответственно все-таки по возможности какие-то наши как бюрократические работники то есть товарищ которые в принципе работают в нашей тюрьме но зэками в общем-то напрямую никак не контактируют чтобы они соответственно и не контактировали с ними чтобы не ходили они по коридору где зэки ходят и так далее то есть вот это все надо учитывать плюс очень с коммуникациями здесь хитро устроен допустим вот смотрите у нас здесь есть два генератора если мы их подключим в одну сеть то они оба будут просто выключаться вырубать друг друга то есть будет замыкание у нас короткое соответственно нужно думать то что один генератор у нас всю тюрьму не обеспечит он будет перегружен просто здесь есть все такие вещи как конденсаторы их можно ими можно увеличивать соответственно как быстродействие можно так условно сказать нашего генератора но их бесконечно ставить нельзя вот уже предел вроде как достигнут больше будешь ставить и бесполезно будет только деньги будешь тратить вот соответственно нужно строить и два генератора и затем чтобы они соответственно как то шли отдельно вот допустим смотрите это такая схема я даже на фаузу поставлю вырисовываться и смотрите у меня есть вот такая зелененький генератор который у меня в принципе обслуживает камеры для чего это нужно это нужно для того чтобы я мог подключать камерам камеры то есть камеры наблюдения которые у меня подключены к пульту потому что они соответственно должны пульт и камеры соответственно они быть подключены к одной сети то есть они к разных сетях они просто не будут никак взаимодействовать соответственно мне нужно чтобы все-таки возможности вот это генератор он работал на камер чтобы соответственно камеры в камерах у меня поработали да а соответственно второй генератор у меня больше для каких-то технических помещений, работает там он как-то для внутреннего двора и так далее. То есть, видите, я тут даже такую схемку сделал. Тут вот такие-то петли идут, разлетления, входы, выходы. То есть, достаточно своеобразно получается у меня тут действие. В итоге получается этот генератор у меня, ну, конечно, выше среднего нагружен, но не на пределе. Этот, в принципе, тоже нагружен. Ну, не по-рубому, конечно, но где-то так. Плюс здесь нужно следить за водой. Благо, хотя бы с водой не нужно думать, что там у тебя какие-то проблемы возникнут. Ставишь одну станцию водонасоса, ну и все. И она тебе работает на всю тюрьму. То есть, я не встретил ниже проблем с тем, что соответственно, вода у меня заканчивается. Хотя, на самом деле, можно тут всякие вентиля ставить. Я не знаю, правда, зачем это. То есть, включает-выключает подачу воды. Ну, возможно, какой-то смысл в этом и есть. Здесь, соответственно, гораздо полезнее, наверное, будет рубильник. То есть, можно соответственно, поставить рубильник на какую-нибудь линию электропередачи. И, соответственно, у тебя будет возможность контролировать эту линию. То есть, допустим, где-то... Я, правда, так и не понял. Не пробовал, точнее, как его пользоваться. А, ну вот, надо просто на свободное место ставить. И тогда вот, соответственно, он жахает, и он отрубает все следующее за ним электричество. Ну, это, в общем-то, нужно, наверное, для тех, у кого проблема, опять же, с... 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 С чем? С... 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 Электроэнергией. Ну, в принципе, на самом деле, тут есть еще, как всему прочему, такие вещи, как всякие логический мост, таймер двери, датчик давления, декабрь состояния. Это логическая схема. Это для тех, кто любит уже более какие-то хитрые схемы придумать. И, в общем-то, я пока что этим не заморачивался. Хотя, вы знаете, мне вот такие вещи, они всегда нравятся. Допустим, при собаке датчика отправлять сигнал на подключенное устройство. Допустим, я так понимаю, что, допустим, этот датчик можно поставить где-нибудь в месте, где вы понимаете, что если тут идут зеки куда-нибудь пытаются сбежать, и это снова будет сигнализировать. Но это как варианты использования, допустим. Или же, допустим, на самом деле, знаете, как еще можно, допустим, использовать, на мой взгляд. Можно его, кстати говоря, поставить вот сюда. И, соответственно, подвести к двери. Дверь делать, соответственно, с приводом. Единственное, что тут... Ну, это ладно, это отдельная деталь. То есть, какую дверь ставить, это пока что не так уж критично для меня. Хотя, на самом деле, стоит разобраться, стоит разобраться, точнее, в будущем. Потому что тут есть дверь, которая просто решетчатая, а есть, которая, соответственно, автоматическая дверь администрационного управления. Но вопрос, в общем-то, главным образом заключается в том, что мне кажется, что эта дверь... Ну ладно, конечно, не важно, забейте. Вообще, суть в том, что тут можно какие-то интересные вещи делать. Ну и, как и все прочее, здесь еще есть такие вещи, как я уже, в принципе, вам показывал. Расстановка патрулей всяких патрулей, которые у нас будут ходить, передвигаться, то есть, соответственно, можно патруль с собаками задать, вооруженный патруль, чтобы у нас ребята с дробовиками ходили. Разделять зоны, там, общего режима, среднего режима, то есть, строгого режима, то есть, наоборот, защитный изоляция, то есть, в общем, тут можно всякие какие-то отдельные зоны задавать, так, чтобы, опять же, у нас были разделены строгие режимы, не строгие режимы и так далее. Логистикой, то есть, тут можно, например, зэков наших отправлять на рабочие места какие-то некие, всякие распределения, питание, то есть, допустим, у нас две столовки, можно как разные, соответственно, камеры к разным столовкам отправлять и так далее. То есть, здесь много всяких интересных вещей. Оценка, кстати, качества камеры здесь есть. Ну, в общем, на самом деле, тут много каких-то интересных вещей можно обнаружить. Кстати, температура, у нас тут еще и обогрев до кучи есть. Надо, кстати, мне кажется, нашим, всяким, прорабовым, прочим, в батарее поставить, потому что не так уж и жарко. Я так посмотрю. В общем, на самом деле, тут много интересных вещей, разветка есть. То есть, можно здесь смотреть, где зэки могут раздобыть какое-то оружие, там, инструменты или еще что-то, тоже всякие вещи. Вот, допустим, вот тут на ней есть мастерская небольшая, где могут работать. Допустим, сюда могут прийти кто-то, стащить какую-то отвертку, там, или вообще что-то еще похуже, вооружиться и выйти. Поэтому поставил, допустим, сюда металлодетектор на выходе, чтобы он сразу пищался, кто-то будет что-то пытаться вынести. Здесь такие вещи, здесь есть, допустим, спец какие-то действия, открыть огонь на поражение, провести область, там, в двери заблокировать. Можно, допустим, вызвать ОМОН, если уж совсем все плохо будет, когда вас бунтуют осужденные и так далее. То есть, здесь, на самом деле, много каких-то вещей есть, но еще раз говорю, здесь много чего-то не хватает. С этим, кстати, сколько народу сейчас гуляет по травке в внутреннем дворе. Здесь не хватает, допустим, реально, вот здесь есть мастерская, и, в принципе, на этом заканчивается здание. Здесь что-то можно, допустим, производить. То есть, по сути, здесь нет каких-то, допустим, более развернутых условных монофактур, которые бы вам позволяли бы соответственно, ну, как-то трудом исправлять заключенных одна только мастерская, и тут они, особенно никто не стремится идти. Тут, конечно, могут, они еще в столовую работать, в прачечную и так далее. Здесь, допустим, нет какой-то, я не знаю, самодеятельности, не могут устроивать заключенные, но это, наверное, уже ближе вот у кого-то лечат. Больше, ближе, наверное, к реалиям отечественного, отечественных тюрем, потому что, в общем-то, ну, это, понятное дело, что... Еще одного доктора, кстати, потому что у нас всех докторов поразбежались, а лечить даже некому. Ну, в общем, на самом деле, можно много чего придумать, по-другому, что можно вообще, в принципе, докапываться бесстановочно. О, тут какие-то посылки разбросанные лежат. В общем, на самом деле, докапываться можно долго, но, в принципе, игрушка пока что меня вполне себе притягивает, потому что, ну, реально интересно, реально вот я тут сижу, залипаю целые выходные уже в эту игру, и, в общем-то, пока что не вижу причин, по которым бы эта игра мне бы не перестала бы нравиться. Ну, в общем-то, на самом деле, если начинать при этом пытаться сказать, что же здесь прям такого прям интересного, то, на самом деле, черт его знает, на самом деле, потому что, главным образом, геймплей-то достаточно примитивный в этой игре, то есть, еще раз говорю, тут вся суть заключается в каких-то отдельных именно менеджментах, в принципе, но это уже само по себе интересно, то есть, менеджмент это тоже достаточно хорошая вещь, достаточно интересная вещь, но одни менеджменты не будешь, на самом деле, ну, хотя, в принципе, игрушка, которая нам как раз рассказывает про менеджмент, может быть, как раз и будешь. Не знаю, честно, Лен Сучи пока что нравится, пока что с удовольствием в нее играю, и, в общем-то, я думаю, что если вы в нее не играли, то, возможно, она вас заинтересует, потому что, ну, есть здесь такая какая-то интересная вещь, интересная деталь, с чем-то она все-таки цепляет. Так, где там батарею, кстати, будет ставить батарею сюда. А, церковь я не поставил батарею, ну и ладно. Церковь должно быть холодно, чтобы... Так, стоп, не то делаю. В общем, на самом деле, допустим, я начну пытаться просто именно играть и на летсплей делать, то я, вы поймете, что на самом деле я очень быстро скачусь до уровня серии, что сижу, втыкаю, толком ничего не комментирую, то что тут реально игрушка, это, в общем-то, с точки зрения... Кстати, баг, даже быть красная труба, а тут она не красная. С точки зрения попытки сделать ее именно видеоролик по ней интересным, я думаю, что ничего из этого не выйдет, потому что, ну, банальный игру будешь залипать, это не та игра, где можно динамично что-то показывать, рассказывать, играть. Нет, здесь скорее наоборот, здесь как раз это случай, когда интересно самому играть без каких-то там видеороликов, потому что эти видеоролики будут только отвлекать. Допустим, я сейчас пытаюсь что-то сделать и понимаю, что меня реально сильно отвлекает о необходимости рассказывать об этой данной игре. И, в общем-то, на самом деле, еще раз говорю, это очень критичный момент. Так, ладно. В общем, у нас тут жизнь кипит, на самом деле случаются всякие события периодически. Так, оценка темы еще не работает. Случается, допустим, то, что кто-то кого-то пытается убить, зарезать. Бывает, даже, соответственно, пытаются какой-то персонал, зарезать. Бывают бунты, бывают, кстати, если включить в настройках, здесь очень достаточно развитые настройки создания игры. Здесь можно соответственно охранников тут целый толпень, что-то убери. Да, однако. Я, кстати, попробовал ради прикола вот этот датчик давления поставить. Соответственно, получается, что надо вот так, наверное, оставить, да? Мне кажется, вот так. То есть, вроде как, они должны сработать, но не факт. В общем, с бородой, что-то с тележкой двигается. А я, кстати, даже из головы вылетел, что я хотел сказать. То есть, лития, к чему я говорю, то есть, отвлекся на какую-то отдельную деталь и все, уже сбился. Уже, я, честно, не понимаю дальше, что происходит. О чем я говорил, что я хотел сказать. То есть, что-то здесь, знаете, действительно. Так, а ты че? Ты че тут мигаешь у меня? Так, вот. Вот, то есть, это очень специфичная игрушка. И, в общем-то, ну, черт побери, эта игрушка реально меня цепляет. Реально вот сижу, пока что в нее играю. Я еще раз говорю, понимаю, что на самом деле совсем надолго меня не захватит, потому что, в принципе, вот, я все исследовал, все у меня открыто. Дальше только расширяться как-то количественно. Ну, там еще какие-то можно исследования сделать, но, в принципе, вот, у меня здесь есть. Прикольно. Почему охранник сидит в кабинете психолога? Почему ты выгнал психолога с его стула? Скажи мне, товарищ. Да. Так, ну, все равно, так или иначе, очень-очень, на самом деле, очень игрушка перспективная. Кстати говоря, с отоплением, знаете, в чем проблема? В том, что, надеюсь, нужно все-таки ставить бойлерные, потому что без бойлерных они далеко тянуться не будут. А где у меня ближайшая бойлерная? Далеко. То есть, скорее всего, отсюда уже не дотянется она. Посмотрим. скорее всего, не хватит дальности. То есть, отопление, оно не очень далеко работает. В общем, но как-то у нас тут должно стать потеплее немножко нашей больницы, хотел сказать, тюряги. В общем, забавная игрушка, интересная игрушка. Игрушка с достаточно интересными механиками. Да, в принципе, в корне лежит достаточно банальный тайкон, с нодиси. Еще раз говорю, есть какие-то графики есть, соответственно, можно там график нашим зэкам вставлять, смотреть на какие нужды. Кстати, у меня тут еще до кучи включены специальная настройка на нужды наших товарищей. Кстати говоря, я так понимаю, что нужно нам сделать столовку, а то я что-то игнорирую нужды моих работников, а на самом деле зря. То есть, надо тут за этим следить, делом-то внимательнее. Ну ладно, это я опять же сейчас буду залипать, сидеть, наверное, надо это дело все сделать уже не под запись, хотя, честно, хотел уже спать ложиться, а сейчас понимаю, что, может быть, я еще и спать ложиться не буду, потому что хочется доиграть. В общем, ладно, с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал, ставить комментарии и всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok